Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас 11 августа, вторник. Именины празднуют Ольга, Зита, Лего и Зигита. И сегодня очень любопытная дата. Это вот прям такая круглая, 2500 лет назад состоялось самое знаменитое сражение, кульминация греко-персидских войн, Фермопильское сражение. И вот те самые 300 спартанцев, которые полегли, оставили свои жизни, но не дали пройти персам, задержали их наступление в ущелье. И говорят, что когда персы предложили им сложить оружие, уйти живыми, они ответили, приди и возьми наше оружие. И вот дали такой бой. И имена всех павших в Фермопилах высечены на плите. И вот интересно, что эта дата, она до сих пор почитает их, все имена знают, совпадает с другим праздником у нас в Латвии. Сегодня отмечается памятный день, День памяти бойцов за свободу Латвии. Вот такое вот интересное совпадение. Ну и вот говоря про героев, в Воронь-Мюнхгаузе была фраза «Скажите, господин бургомистр, что можно сказать о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, как на службу?» Бургомистр ответил «Я служу, сударыня, каждый день к 9 утра я должен идти в мой магистрат. Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть». И вот не к 9, а к 9 часам уже успел побывать в своей, можно сказать, в магистратуре наш сегодняшний гость, исполнительный директор земельской дирекции Риги Сергей Христолюбов. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я понимаю, что уже успели на рабочем месте, да? Да, мы, как правило, не только, но и работники дирекции где-то уже около 8, без 15, 8 на рабочем месте. Ну и сегодня мы поговорим, вот может быть, даже о тех вопросах, которые еще остались, я понимаю, с прошлых наших встреч. И как раз-таки некоторые вопросы были связаны с ВЭЦАКИ, которые относятся как раз к очень популярным местам для отдыха Рижан. И каждый раз, когда едешь в электричке, обращаешь внимание на то, сколько людей выходит именно на этой станции. Это просто, ну, была забита буквально электричка, становится пустой, потому что это настолько популярное место отдыха, которое может посоперничать и с Юрмалой. Я думаю, сейчас соперничает, учитывая, ну, во-первых, то, что въезд в Юрмалу платный. Во-вторых, там все-таки сейчас сложно, там по Юрмальскому шоссе добираться часто бывают пробки. И многие считают все-таки даже, ну, более каким-то демократичным, может быть, менее пафосным, но тоже очень удобным это место. Вот мы сейчас находимся уже в той точке, когда можно, наверное, подводить итоги лета, но, тем не менее, наверняка ведь еще и продолжаются, ну, хорошие нас ожидают выходные, многие будут приезжать. Вот что сейчас происходит в Эцеке, какие, вот, если мы говорим о том, работают ли кафе сейчас вот в связи с коронавирусом, можно ли по-прежнему отдохнуть, вот, посидеть там где-то пообедать, выпить чашечку кофе, скажем, придя с пляжа? – Да, спасибо за вопрос. Мы как раз, я, наверное, чуть больше месяца был, здесь у вас в студии, мы говорили на эту тему. Да, действительно, честно говоря, мне в Эцеке даже больше нравится, чем Юрмала, ну, каждый кулик свое, полотно хвалит, видимо, так. Вот, но по уровню обеспеченности и по развитию инфраструктуры, даже не я просто там, как бы, хвалюсь, мы третий год подряд получаем синий флаг. Это не только качество воды, но и качество инфраструктуры развития. Вот вы рассказываете о том, что легкодоступно. Да, действительно, туда ходит электричка, туда ходит и автобусы, и микроавтобусы. Но единственное узкое место, которое мы уже, ну, я 9 лет работаю исполнительным директором, и до меня пытались другие тоже это сделать, расшить узкое место. Там в Эцеке все-таки очень плохо с парковочными местами. Угу. Мы изучали по-разному. Мы сделали даже дополнительную стоянку в лесу, которая тоже в хорошие дни забита полностью. 450 машин. Больше поставить нельзя. И вот я буквально перед приходом к нам на эфир поговорил с нашей обслуживающей компанией, которая обслуживает там за чистоту и порядком на Эцеке, и говорит, что да, к сожалению, вот так оно и есть. И в этом году люди приезжают в Эцеке, делают 4 круга вдоль и уезжают. Или в Сау-Красто дальше, или куда-то еще. Вот. Потому что здесь, ну, к сожалению, так как есть, так оно и есть. Потому что мы расширяли, там вырубать сосны ни за что не будем. Да это ее и нельзя. Это является национальным парком, который называется Пи-Юра. Там введены очень жесткие ограничения экологические на использование этого пляжа, на использование этого места. И поэтому, ну, как бы, что есть, то есть. Больше не получится. Мы думали, может быть, сделать с другой стороны железной дороги. Тоже при всем том, при всех подъездах, это слишком далеко. И мы имеем то, что имеем. Но все-таки, мне кажется, что многие рижане даже при наличии машины приезжают. Достаточно, действительно, очень удобная инфраструктура. Электрички ходят часто. Автобусы ведь тоже. И я знаю, что еще все-таки немножко оттягивает на себя сейчас манголь сало. То есть там сейчас тоже очень оборудовано, очень хорошо эти таки, такие деревянные, вот эти подходы к морю. И я вижу... Дорожки, да. Дорожки такие, да. И я вижу, что в хорошие дни, вот просто я сам туда, бывает, въезжу, чтобы, ну, вот на 24-м автобусе можно добраться как раз. И я вижу, что очень большое количество машин, там тоже оборудованы, ну, стоянки и людей довольно много. То есть, ну, не так много, может быть, как в Эдзеке, но тем не менее больше. Да, это второй манголь салостский пляж. Первый – это официальный пляж Уэцекин. Его... Он официально внесен в список пляжей. Список пляжей Кабинета Министров. Это 700 метров зона для активного отдыха. И 2800 метров – это зона для отдыха, которая обслуживается. И далее, если брать от границы в Эдзеке до Мола, это еще 6,5 километров. То есть, там, в принципе, вот о чем вы говорите, это манголь салостский пляж, и развитие его было запланировано. Оно уже началось в позапрошлом году. Но в этом году из-за тех вот событий, которые произошли вначале в Рижской думе, а потом и в мировом масштабе, я имею в виду с коронавирусом, в Рижской думе не коронавирус произошел, а другой, как вы знаете, распуск Рижской думы. Эти вещи были отложены, потому что вопросы финансирования трудно было что-то сделать. Но, тем не менее, оборудованы там и спортивные площадки, и игровые площадки, и, в принципе, все это сделано. То есть, то, что в наших силах и в условиях финансирования можно было сделать, то сделать. Ну, наша была задача сделать там пляж, где бы была тоже спасательная служба спасателей, когда это является полноценным пляжем, мы можем быть спокойны, что там люди под надзором и не должны произойти несчастных случаев. Не могут произойти, естественно, но есть кому прийти на помощь. Мы этот проект немножко отложили. Я хочу сказать, что действительно там очень красиво сейчас оборудованы спортивные вот эти площадки. Я в свое время вот в Турции, в Стамбуле, помню, в одном из микрорайонов нас привозили, показывали, ну вот насколько красиво там оборудованы. Примерно вот точно так же, там спортивные тренажеры, можно позаниматься, и там и турники, и всякое. Другой оборудование. То есть, действительно, ну все сделано для отдыха такого, для людей, которые, может быть, спортивные более такой ведут образ жизни. Да, Олег, я думаю, что у нас лучше, чем в Турции. И я хотел бы сказать так, что мы когда-то сделали в ЭЦИКе шесть футбольных полей. Ну, с валяющими сетками, где можно одновременно играть на этих полях, значит, многим людям. И когда мы устанавливались, мы сказали, что это есть у вас и в Бразилии. Там действительно можно проводить турниры, и там проводятся турниры международного значения. И в этом году было даже в условиях, там постоянно происходят какие-то мероприятия массовые. И заявки от желающих поступают, ну действительно, потоком. Но сейчас, опять-таки, вот из-за условий коронавируса в этом году, конечно, поменьше. Но, тем не менее, там тоже были очень престижные соревнования по пляжному волейболу и так далее, и так далее. А что касается вот кабинок для переодевания, туалетов, ну то, что вот тоже делает пляж более цивилизованным. Да. Значит, кабина для переодевания 12 в ЭЦИКе. Я на прошлой программе как раз говорил, что пока в то время было актуально, в Юрмале, когда приезжали, там одна кабинка, и, значит, люди с двух сторон стоят. Ну, видимо, тоже люди из Юрмала опасались выставлять, не зная, что будет с пляжным сезоном. Мы эти кабинки высадили. 12 кабинок у нас имеется, как биотуалеты, их 8, причем один из них для людей с ограниченными способностями, для инвалидов. Но у нас есть еще и стационарный туалет, который тоже был построен в то время, когда исполнительным директором был я. Долго этого, причем с подключением коммуникации к городской канализации и с теплой водой. И достаточно актуальный вопрос, особенно для молодых мамочек, как помыть ребенка, где помыть соленую воду, с солью и все остальное. Так вот, там есть и специальная душевая, там есть и комната для матери и ребенка, где можно это сделать. И причем для мамочек и для детей до 8 лет вход туда бесплатный. Для остальных 28 центов платный. Ну, биотуалеты, естественно, бесплатные. Так что в этом направлении, я думаю, что, наверное, вряд ли в Юрмале есть пляж с подключением к городским коммуникациям. Еще вот вопрос, наверное, питания, где можно перекусить, попить, может быть, там воды, кофе, мороженое. Потому что, ну вот я в этом году, честно скажу, я не был на пляжах в Эцике. Просто в прошлые годы я помню, что там были, ну, кафе прямо даже и в самой пляжной зоне. Очень красиво, оборудованы, с достаточно, самое главное, демократичными ценами. Я специально перед тем, как идти сюда, я уточнил, сколько действующих сейчас кафе в Эцике, да, по последней информации. Так вот, считая и то кафе, которое ближе к Мангольсталам, их 7 точек. То есть это отвечает тем требованиям, которые были и в прошлые годы. Причем в этом году, ну, боялись просто те же самые предприниматели платить деньги, не знаю за что. Не знаю, ну, во-первых, они рискуют всегда. Неизвестно, когда будет погода. Если будет холодная, ветреная погода, то они свои деньги заплаченные вряд ли смогут отбить. А здесь еще коронавирус с этими ограничениями и с прочим, прочим. И это по решению Кабинета министров была возможность снизить арендную плату для предпринимателей на 90%. Это, конечно, существенно и подстегнуло их к тому, чтобы открываться. Но тоже было так, что открылись, потом закрылись, потом сделали. Вот сейчас стабильно работает 7 кафе. Насколько, вот если мы говорим о том, как добраться, в эти маршрутки и общественный транспорт часто ходит, насколько это удобно приехать, уехать в АЦИК? Вы знаете, удобно приехать, уехать. Я просто еще забыл совершенно об одном транспорте, который очень часто используется и который со всех сторон, и экологичный, и здоровый, это велосипед. Да, действительно. Там есть возможность добраться на велосипедах. Значит, есть автобус, раньше он ходил, два автобуса, один из Пурс-Семса, другой из Меж-Семса. Сейчас в связи с, опять-таки, вот этими коронавирусными делами, автобус идет из Меж-Семса, но он тоже забит. И вот так же, как вы говорите, что ехали в забитой электричке, никто же не сказал, что вся эта эпидемическая обстановка у нас настолько прекрасная сейчас стала, что не может в одночасье поменяться. Мы это видим и на Западе, и то, что то разрешают маски, то снова запрещают, то запрещают без масок появляться, то открывают пляжи, то закрывают. То есть, по-всякому может повернуться. Но я думаю, что, используя общественный транспорт, используя велосипеды, добраться можно. Это действительно демократично, но некоторые неудобства создают. Ну, что ж, можно удобствами пожертвовать ради этого, чтобы насладиться. Вот нас спрашивают, значит, такое сообщение пришло, неплохо бы сделать дополнительный знак, указывающий, где находится парковка для инвалидов, перекресток Капу-Проспект и дороги, ведущие к спасательной станции. Просто, ну, непонятно, что там парковка для инвалидов, пока вот не подъедешь. И получается, что муниципальная полиция, вместо того, чтобы писать предупреждение для машин инвалидов, которые ставят машины неподалеку, штрафуют. Да, для инвалидов стоянка находится прямо рядом со спасательной станцией. Там есть специальный знак, но я, видимо, себе это тоже немножко помечу о том, чтобы был указатель на стоянку для инвалидов, где-то размещен так, чтобы можно было ориентироваться, куда ехать. Там есть эти специальные, не знаю, насколько машина это, но это никак не связано с теми стоянками Рига и Сатекс, мне это нужно будет проехать действительно прямо к спасательной станции, и там есть эта стоянка, где можно заместиться. Говоря вот еще про вопросы, которые накопились вот с прошлых встреч, вопрос о лошадях на пляже, поскольку, да, действительно, вот я знаю, что это ближе к все-таки Мангальсале, там есть конное специальное хозяйство. Такая целая ферма, причем достаточно такие ухоженные, красивые животные, прямо когда проходишь, там ощущение такое, как в зоопарке, потому что они там горцуют, там ходят, пасутся, там специально отведенные места. Но это, я понимаю, и бизнес, там можно семьей приехать покататься на лошадях, и я знаю, что там раньше выводили на пляж, и вот были какие-то вопросы. Да, и вот как раз этот вопрос прозвучал в прямом эфире от слушательницы, потому что я, как и вы, тоже люблю лошадей. Но дело в том, что и я говорил, что я бывал на этой ферме, вопрос фактически вечный. Пускай, ну не пускай, потому что слушательница тогда жаловалась на то, и справедливо жаловалась, что люди используют как бизнес это. Но если ты используешь как бизнес, то будь добр, убери за лошадью продукты ее жизнедеятельности, да, так, мягко говоря. Это не происходит, и потом люди боятся, что все-таки, они действительно, эти лошади очень большие. Мы, я обещал, что мы сделаем, побываем там, сделаем, и здесь ответ однозначный. Что, так как я еще раз повторюсь, что и Вецеки, и Мангальсала, это особо охраняемая территория, определенная ЮНЕСКО, то точно на дождь они не могут заходить на дюны. И то, что касается исполнительной дирекции, точно они не могут ходить по тем дорожкам, которые сделаны для инвалидов и просто для людей. Потому что они под своим весом, они просто ломают их. Оборудованы специальные тропы для прогулок на лошадях, вот на той же самой Мангальсала, но без выхода на пляж. Я считаю, что это справедливо. Но я бы здесь немножко мог, хотел бы поставить пошире вопрос. И здесь делают упрек, наверное, Рижской думе. Не только какого-то созыва конкретного, да, вообще. Потому что до сих пор в Риге не разработаны, ну точнее даже одному департаменту, Майоклюинвидес департамента, не разработаны правила содержания животных. Да, про кошек и собак мы все знаем, как нужно содержать, когда прививать, что делать. Ну а если, предположим, ну так, у меня дома живет крокодил, что мне с ним делать? Ну или, это шутка, естественно, а вот что делать, если другие животные, как к ним поступать? И это же относится и к тем же лошадям. Эти правила не разработаны до сих пор. И вот, видимо, будущий созыв, который будет избран департаментом, нужно над этим вопросом серьезно подумать. Но вообще, вот животные на пляже, что можно, что нельзя? Потому что до сих пор многие не понимают, можно ли собаку приводить с собой на пляж? Может ли она купаться там, где купаются люди? Я еще раз тогда начну с того, что с пляжа Ватсики. Вот 700 метров, где зона активного отдыха и 3 километра фактически территория, где считается пляж, за которым производится уход и наблюдение, там, конечно, купать нельзя. Но там, где нет ограничительных знаков, купать собак запрещено, там разрешается. Относится это не только к Ватсике, но и к любому другому водоему, который находится на территории Риги. То есть там, пожалуйста, но, конечно, не там, где массовое скопление людей. Вот такая. Так, сейчас мы, наверное, сделаем небольшую паузу, после чего продолжим отвечать и на ваши вопросы, которые тут приходят. Я смотрю, нам присылают их на WhatsApp на номер 2306191. И я напомню, что в нашей студии исполнительный директор Земельской исполнительной дирекции Сергей Христолюбов. Буквально вот через пару минут продолжим разговор. Виа-СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на via-sms.lv. via-sms.lv – эластичный заем. Нам доверяют. Арт оф бьюти. Искусство красоты, доступное каждому. Арт оф бьюти. Высокие технологии на страже вашей молодости. Арт оф бьюти. Официальный представитель в Латвии «Метод Шалей» и «Сэнфьюженси». Диетология и персональные тесты ДНК. Биоэмидансиметрия, программа питания «Иммунохелф». Все новейшие научные открытия на службе красоты. Клиника эстетической медицины Арт оф бьюти на Антониес 12. Номер администрационного кодекса клиника эстетической медицины Арт оф бьюти 0100-01633. Утро на балконе. И еще раз напоминаю, что в нашей студии исполнительный директор земельской исполнительной дирекции Сергей Христолюбов. Мы вот перед тем, как уже перейдем к другой большой тоже теме. Еще один вот не был отвеченный вопрос, который пришел, касающийся элементов детских площадок, которые остались еще с советских времен в ЭЦИКе. Вот что... Или не только вообще, да. Вообще, в целом, по районам был вопрос задан, по районам. Да, в целом, по риге, наверное. По тем элементам, которые остались с советских времен. Там или остались просто какие-то столбы, либо это какая-то качель, которая не отвечает никаким правилам безопасности, да. Просто опасно для... Или какие-то другие элементы. И я говорил, что в этот как раз период, когда была передача, у нас проходит совместно с Ригеосновым паровнерс, проходит ревизия этих... Ну, сколько их на самом деле есть. И сейчас получилось так, что вот в наших двух районах, это в Визамском предместе и в Зимском районе, таких элементов 82. Это много. Это много. И все эти элементы на балансе РНП. Ригеосновым паровнерс. Конечно, мы не говорим, что это не наше дело. Наоборот, мы готовы к сотрудничеству и к ликвидации. Кроме того, что их ликвидировать, каким-то образом перестраивать и приспособливать к современным требованиям, это совершенно бесполезный труд и бесполезная трата денег налогоплательщиков. Не сделаешь ты по тем современным требованиям, которые предъявляются регулами Европейского Союза, не сделаешь ты ничего из них. Я думаю, что это тоже, наверное, уже депутатам нового созыва нужно будет решать. Вопрос по демонтажу этих. Как есть комиссия по развалям, так называемым, так должна быть комиссия по демонтажу этих всех элементов, чтобы они не были опасны для жителей. Ну, то есть, понятно, что их невозможно благоустроить, каким-то образом там это вот... Ну, торчит бетонный столб, причем иногда из него еще и арматура вылезает, проржавевшая. Ну, что там можно сделать хорошего? Это, конечно, удобнее снести и на его месте поставить, пусть, конечно, значительно более дорогую, но площадку, отвечающую современным требованиям, где можно предусмотреть, кстати, не только для детей, это мы сделали на Юле такую площадку, там предусмотрена площадка для детей, площадка для сеньоров и площадка для людей, ну, вот, скажем, среднего возраста, где можно занять спортивную площадку. Вот это, я думаю, тот комплекс, который можно ставить. Еще тут пришел один вопрос, касающийся вот жителей Ветсмелгрависа, говорят вот по улице Мелдру, что по дороге часто проезжают машины грузовые с дровами, досками и со многими грузами, которые мешают проезду. Ну, вот, я понимаю, что популярное направление, наверняка там же едут, везут эти грузы в порт, наверное, да? То есть, да, спасибо за вопрос. Ну, конечно, и проблема эта поднимается неоднократно. И мы неоднократно обращаясь к порту, потому что там значительная часть этих дорог, которые проходят, это территория порта. Это не задача дирекции, как бы, решать вопросы об этих дорогах. Но я понимаю жителей, что это неприятно, это не нужно. И нужно, я говорю, что такие письма были отправлены к правлению Рижского порта, чтобы они приняли меры. Но, как говорится, раз есть вопрос, значит, ВОЗ ими не там. Поэтому более настойчиво нужно, видимо, действовать и нам, и самим работам работников порта. По поводу работы, которые проходили в этом году по обновлению внутриквартального дорожного покрытия, и вот что уже сделано, что еще остается сделать, поскольку здесь вот вопрос, почему одни дворы асфальтируются, другие мастятся брусчаткой, вот почему такая разница, спрашивают люди. Да, вы знаете, мы фактически ни один ремонт не делаем без согласования с жильцами. Во-первых, я когда-то, или в этой, или в прошлой, или в какой-то другой передаче, или в какой-то статье писал о том, что для того, чтобы, начнем с первого, для того, чтобы в вашем дворе произошел ремонт, вам необходимо обратиться в исполнительную дирекцию вашего района, жителей там, скажем, восьмилград, жителей северного земельского предместия, земельского района и визенского предместия, это в северную исполнительную исполнительную дирекцию, жителей Кенгаракса и центра Ладгальс в восточную исполнительную дирекцию, и жителей Пардалгова в Пардалговскую исполнительную дирекцию. Просто написать заявление, что просим рассмотреть возможность произведения ремонтных работ во дворе под, ну, и адрес дома. А сколько должно быть, ну, это может быть подписей? Вот здесь спрашивают, это что, килограмм подписей собирать? Не надо, дорогие, собирать никакой килограмм, у вас есть старший дома, старший дома может это подписать, и за его подписей вполне достаточно. Либо там, если есть правление, либо еще какое-то еще, не надо, не надо подъедить. Потому что все боятся, потому что время отпусков, или там вообще, ну, просто есть люди, которые уезжают, то есть, ну, собрать вот все подписи, мы знаем, насколько это да. Не нужно этого делать, не нужно этого делать, и я думаю, что вы можете доверить это одному человеку, который напишет такое заявление. Можно, я говорю, что спокойно это послать, времени сейчас еще есть, потому что если вы сейчас пишите эту заявку, то, значит, все равно она будет рассматриваться где-то осенью только, оцениваться на приоритет этих заявок, потому что при всем том, что заасфальтировано за последние годы достаточно много, я думаю, что рижание по внутриквартальной дороге, я имею в виду, рижание это чувствует. Вот, тем не менее, это все равно чуть больше 50%, исключение Пурциэмс, где более 70% дворов заасфальтировано. Плюс сюда же отношу и поездные дороги, как к школам, так и ко дворам. Поэтому вот с этого нужно начать. А где сейчас заасфальтировано, да, почему в одном месте брусчатка, а асфальт. Это все по сравнению с жителями. Если они так выбрали, то пожалуйста. Нам, в принципе, какой лот выставлять на конкурс, все происходит через конкурс, и причем централизованный, куда не входят представители исполнительных дирекций, а делается это центральной администрацией. Мы никакого, так сказать, влияния на итоги этого конкурса не имеем, такого, ну, лоббистского плана. Вот. И в этом году у нас примерно половина на половину 6200 квадратных метров будет асфальта, и 5600, брусчатки. А все-таки вот что при выборе, если сами жильцы, вот, ну, например, в такой немножко, ну, в замешательстве, что лучше выбрать? Не буду советовать. Не буду советовать. Честно говоря, потому что мнения совершенно разные. Кому там очень нравится брусчатка, кто-то говорит, что зимой там скользко, где не убирают, более скользко. Нет, есть брусчатка, которую сейчас выставляют, где нет вот этого самого. Там же не покрыто лаковым покрытием. Вот. Это не так, как дома кафель. Вот. Поэтому на уровень влияет мнение жильцов. И только жильцов. И на его моменте это можно, так сказать, повлиять. Много ли таких вот уже заявок поступило? И сколько примерно получается от момента подачи заявки до каких-то вот начала работ должно пройти времени? Вы знаете, Олег, здесь таких заявок на этот год поступило, думаю, что вот я две видел, ну, может быть, две-три по нашей дирекции, по двум районам. Но мы не знаем, во-первых, какой будет бюджет, будет ли в этом бюджете выделено то же самое финансирование на внутриквартальные дороги, будет совершенно новая дума. И трудно сказать, какую сумму мы получим. И это раз. Второе, что все это будет просматриваться специалистами исполнительных дирекций и также теми представительными экспертными компаниями, которые будут делать. Где в первую очередь делать, где во вторую очередь. Ясно, что все хотят, чтобы там было сделано в первую. Но я, поверьте, сталкивался со случаями, которые в последние годы были сделаны, эти мостовные ремонты, особенно на югле, особенно в Пурсове, сразу после Ошкалского моста, когда заезжаешь. Там по 45-50 лет не было ремонта. Люди говорят, ну мы же... Представляете, что за это время произошло с покрытием. Тем более, что это покрытие, оно значительно тоньше, чем на магистральных улицах. Это, естественно, там нагрузка меньше. Машина заезжает и фактически там стоит. И столько, сколько, скажем, было вложено во все эти ремонты, это не было никогда ни при одних думах в прошлые периоды. Но здесь есть подводный камень. Я понимаю, что все-таки для того, чтобы производился этот ремонт бесплатно для жителей, в самое главное условие, что земля должна находиться в собственности дома. Вы знаете, там есть такая вещь, что если это кооператив, ну, в самом деле, такая была ранняя вещь, то можно договариваться. Если кооператив желает сделать дорогу, то, как было записано тогда в этих временных правилах, это на условиях софинансирования. 50 на 50. Потом, бывают случаи и такие. Скажем, в Пурсомсе есть улица, где один, да, и если дом установили сервитут, то есть, что она может быть проездной, что не закроют ее. Был такой случай, что, ну, вот в Пурсомсе очень много хозяйской земли. Это в основном Гребенщиковская община владеет, ну, исторически владеет. И получается так, что дорога представляет из себя как бы зебру. Вот здесь частный участок, вот здесь дома участок. Частный участок, дома участок. Так что мы будем асфальтировать по частям, этими такими квадратиками, а часть не асфальтировать. Конечно, мы идем на то, чтобы асфальтировать все. Согласие, опять-таки, собственника. То есть, это многого стоит и многих занятий. И бывают даже собственники, потому что объективно, как все понимают, асфальт увеличивает стоимость земли как таковой. Он же еще асфальтированный, ну, в горле, естественно, да. Было так, что один хозяин уперся и говорит, а я не хотел асфальтировать. Снимайте асфальт. Ничего себе. Да. Ну, небольшой кусочек был, но это он больше, видимо, хотел какую-то компенсацию там получить. В итоге всех этих разговоров и переговоров все осталось как осталось. Но, тем не менее, возможны варианты. Поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть индивидуально. Что, как, где, какая земля, где хозяйская, где нехозяйская. И тогда уже приходить к консенсусу. Ну, получается, что выгоднее, конечно, выкупить землю, если вот дом стоит на земле собственника и много ведут разговоров о том, что, ну, сложно очень добиться консенсуса, вот по вопросу выкупа земли, но для дома это скорее благо, если все-таки удастся у собственника земли получить эту землю, и тогда вот, ну, те, кто живут в этом доме, они будут, не будет этой разделенной собственности. Не знаю. Для меня нет на это вопроса однозначного ответа. Так же, как, наверное, и у наших радиослушателей. Потому что что выгоднее, покупать или нет? Потому что там участки привязаны по-разному. Некоторые участки, которые совершенно этому дому для функционирования не нужны, частной земли. Их выкупать или что-то делать другое с ними. Здесь, я думаю, что не только Рижка, я думаю, это скорее даже вопрос парламента, Сейма, как это сделать. Они тоже над этим думают, смотрят и все остальное. Сейчас предлагают выкупить, и неизвестно, что еще с кадастровой стоимостью будет, вы знаете, все эти перипетии, которые там происходят, и споры вокруг этого вопроса, которые действительно очень важны. Болезненные, я бы сказал, для Рижан. И касаются, да, практически всех Рижан, у кого есть связь, многоэтажка, у кого есть с этими кадастрами стоимостью. То есть, получается, что увеличение кадастров ударит, в общем-то, по жильцам тех домов, на которых этот дом стоит, если это... Я думаю, что да, потому что тогда владелец владелец земли может бесконечно высоко поднимать стоимость этой земли, или аренную плату, или какую-то еще вещь. Ну, в соответствии с подъемом кадастров. А как иначе? Что... И там же... Ведь все это происходило настолько дикими способами, что... Ну, практически нет владельцев земли, которые исторически владели. Это все выкупленные. Кто-то получал... И по-много раз перекупали. Да, и по-много раз перекупалось. И что? Тот, который имеет участие в земле под домом, ему просто нужно стричь клиенту, и все, и ничего не делал, ничего не работая, получая с жильцов последние там гроши. А там сейчас многоэтаж, как вы знаете, что живут либо это съемное жилье, либо там живут пенсионеры с самых обездоленных. Ну, я не говорю о том, что это аморально, но деньги не пахнут. Вот. Сиди и стриги купоны. Да, но вот, но если вот говорить... А если говорить о втором вопросе, о нынешних ремонтах, да, то в данный момент фактически мы закончили объект большой в Бесминграйвисе, это брусчатка. Сейчас и объекты на Раунас 35, 37, 39, там большой квартал, там асфальтирование. Сейчас идут, ну, будут закончены. В принципе, у нас по договору заканчивается договор с нашими подрядчиками, которые выиграли, которые работают, 8 октября. Да? Но сейчас из Бесминграйвиса, там где бурсчатка проходит, перешли на другой объект, на Ропажу 43, это там 45-я школа. Понимаете, с чем это связано? Это связано с тем, что скоро учебный год, и поэтому сами строители сказали, что мы, ну, в разговоре с нами, мы все-таки сделаем там участок, чтобы дети могли спокойно идти в школу и без никаких работ. Будут еще на югле производиться работы, будут рядом с Бриевос, ну, вот такие. То есть это до поздней осени распланировано? Не до поздней, до 8-го. Я считаю, что, скажем, работа, все идет в графике, и даже с опережением графика. Скажем, та же самая бурсчатка может быть закончена, ну, где-то в начале сентября, 1-го, 2-го, 3-го, 10-го. Пришел тут такой неожиданно, немножко не в тему, может быть, вопрос, но тем не менее я его озвучу. Разрешается ли в продуктовых супермаркетах входить с собаками? Ну, вот. Я не являюсь владельцем супермаркета, поэтому это, как говорится, частная инициатива. Я думаю, что, скорее всего, нет. Но, по сути дела, это каждый супермаркет, это частное предприятие, и там хозяин-барин устанавливает правила, какие они находятся. Потому что в ряде, ну, понятно, если крупные собаки обычно их оставят, иногда с маленькими мопсами люди просто идут, зажав их подмышкой, ну, вот. Это не оговаривается правилами, и поэтому здесь в каждом супермаркете отдельные правила. Насколько уже сейчас есть какие-то вот планы, дирекции на ближайшие вот на осень, какие-то приоритеты работы, которые были уже намечены на год вперед, может быть? Ну, если где-то это работа интенсивная, вот, как вы слышали по асфальтированию дорог, когда можно работать на свежем воздухе, то осень – это период подготовки к следующему году, конкурсы и прочее, прочее. Что касается текущих работ, ну что, летом это необходимо косить траву. Осенью убирать листья. Зимой, если таково имеется – чистить снег, весной убирать грязь после зимы. То есть, это природа распланировала, как работать исполнительным дирекциям, да и Думе в течение года. Плюс, конечно, появляются вещи, которые являются более серьезными. Если вот первая Дума, я считаю, которая соберется, первое, что они должны сделать, депутаты, они должны взяться за принятие бюджета. То есть, чтобы представлять, на каком свете находится Дума, что можно позволить, что нельзя позволить, как нужно учитывать те последствия или, возможно, вторую волну коронавируса во всех этих планах, не дай Бог, конечно. Вот. И это сугубо важно. Вот тогда будет важно и известно, что и сколько может тратить исполнительная дирекция. Ну что же, спасибо большое. На сожалению, время вот уже нашей программы подошло к концу. Я напомню, что исполнительный директор земельской исполнительной дирекции Сергей Христолюбов сегодня был у нас в студии. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч.